7 ноября Заказал нам продавец кабину С номером 24-23-54 Называется она левая И выглядит она вот так 24-23-54 Закругление справа Левая я думаю Потому что в левый угол ставится Но никак Называется не по Стороне повороту То есть не правая Если она левая значит у нее справа поворот Если она правая значит Угол вправый ставится А поворот слева В общем ситуация такая Купили душевую кабину в магазине Косторама Нам привезли Купили душевую кабину как на витрине Стояла с левым закруглением Все заказали Продавец сказал вам Левую кабину покупаете Все подтвердил левую В итоге привезли кабину Левую Но с правым закруглением Оказывается левая кабина Это значит дверь открывается влево А угол получается противоположный Право Вот Я прихожу к выводу Что продавец ошибся в названии кабины Мы просто не знали Что она называется Левая или правая Для нас было без разницы Пусть она будет хоть верхняя Хоть нижняя Хоть левая Нам нужно было Именно та Которая стояла на витрине Претензию нашу проигнорировали Десять дней прошло Сейчас мы поедем менять кабину Потому что уже невозможно быть без кабины Мыться надо Десять дней уже маму вожу в город Туда обратно помыться В общем Сейчас посмотрим Что из этого выйдет Поменяет ли нам кабину Мы уже заплатим За свой счет привезем кабину Все Согласились Потому что выхода нет Заснимаю Что загрузились Поехали Вот Мы сейчас Пойдем Возврат Да Оформлять Продолжение следует... 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 в магазине в наличии, в связи с чем была оформлена и оплачена его покупка в кредит. Вот что трактует этот ответчик. Значит, 8 ноября, простите, 16 года, вышеуказанная душевая кабина была доставлена. При осмотре выяснилось, что кабина имеет левое закругление. Абсолютная ложь. Видно на видео, что мы возвратили кабину с правым закруглением, которое ставится в левый угол. О чем сообщил магазин, обращая внимание, что в кассовом чеке отсутствует какое-либо наименование угла поворота. При осуществлении покупки ей требовалась душевая кабина с правым закруглением. И она приобрела товар, который был выставлен как образец в торговом зале. А именно с правым закруглением. Полный бред в торговом зале стоял и с левым закруглением. Все это видели. Вот, значит, у нас следующее. Условия покупки чеком на предметный товар. Кроме того, перечень выбранных покупателем товаров фиксируется в бланке продаж. Бланк продаж, да, я нашел его на самом деле, правда, был. Но мы его реально не видели, когда покупали кабину. Может быть, не обратили внимания. Ну, расписываться там не давали нам. То есть, мы, по сути-то, не знали, что есть какая-то левая или правая. Мы думали, вот на витрине есть, она ее и привезут. Ну, или со склада возьмут новую, неважно. Так, значит, применительно к данному случаю истцом была выбрана душевая кабина левая. Ну, левая на витрине она стояла с левым закруглением. То есть, очевидно. При этом покупатель обязательно с ним должен ознакомиться, тыры-тыры, тотом и платить квартиру. Да, мы, в принципе, подразумевали, что мы берем кабину под названием левая, так как продавец-консультант обозвал ее левой. Слева закругление, левая кабина. В итоге получилось наоборот. Она называлась правая, как мы выяснили. Так, значит, именно тот товар доставлен. Окей. 11 числа истец обратился к продавцу с заявлением об обмене ранее купленной душевой кабины на другую, правую. Да, действительно правую, потому что нам нужна кабина правая с левым закруглением. Обмен был произведен. Все, как бы... Они подтвердили, что был произведен обмен на правую, на ту, которую мы сняли с витрины. Нам разобрали ее и забрали. Утверждает, что истцу был доставлен товар, на который она указала в торговом зале магазина. Вот, действительно, мы это утверждаем. И, значит, представитель магазина тоже это утверждает. Он почему-то утверждает, что там стояла кабина левая. Видно это на витрине. Кабина с левым закруглением, да. То есть, она называлась правая, на самом деле, которая на витрине стояла. Выслушав стороны, свидетель изучив материалы, суд приходит к следующему. Как установлено судем заседание, Кислицына заключила ответственник договор купли-продажи, на котором она приняла душевую кабину номером 24-23-54. Здесь они почему-то не пишут, что это левая. Суд считает, что возникшие правонарушения по всему характеру в полной мере попадают под действие закона. Такого-то это все долго. Суд не может принять во внимание доводы истца, что ей был продан товар ненадлежащего качества, так как каких-либо дефектов приобретенного товара истцом не заявлялось, ни при обращении с претензией к ответчику, ни в судебном заседании. Доказательств данного факта также не было предоставлено. То есть, они считают, что ненадлежащего качества товара, то если там поломан он, треснут, я не знаю, краска сбита. А все остальное, это надлежащее качество. Неважно, какой он там стороной был. Они так трактуют закон. Так. То есть, они не считают, что вот эти фотографии, что я делал, что мне эта кабина абсолютно не подходит, что на витрине стояла именно с левым закруглением кабина. Они не считают это как доказательство. Я не понимаю, какие доказательства вообще должен предъявить суду еще. Если фотографии, это не доказательства. Скриншоты я делал с видео. Суд полагает, что ссылка яйца, что купленная душевая кабина является товаром ненадлежащего качества, так как не соответствует целям, для которых она бы использовалась. Ну, мы ее не могли использовать по назначению. Она к нам не влазила в душевую комнату. Не может быть принято во внимание по причине того, что истец неверно толкует норму закона. И это является его субъективным мнением. То есть, это мы придумали вот сюда. То есть, мы неправильно трактуем вот этот закон, когда товар не соответствует образцу, показанному на витрине. Получается так, мы неверно трактуем этот закон. Хорошо. Суд считает, что при выборе душевой кабины в магазине истец Кислицына, моя мама, ориентировалась на свои представления и знания приобретаемого ей товара. Данное обстоятельство нашли свое подтверждение в судебном заседании. Их подтвердил допрошенный свидетель Щербаков Олег. Это я. Я в суде сказал, что да, мы съехали с намерением купить кабину, именно вот которую увидим, поймем, что она нам подходит и купим. Я сказал, ну, подтвердил это, что мы с целью ехали, чтобы поставить ее в правый угол, чтобы дверь была слева у нас. Все. Как указ в исковом заявлении истец, и пояснил ее представитель в судебном заседании, Кислицына прислал в магазин Косторам с определенной целью приобрести душевую кабину, которая бы соответствовала техническим характеристикам размерам ее ванной комнаты. Ну, естественно, это естественно. В магазине в свободном доступе находилась душевая кабина, которая, по ее мнению, полностью соответствует параметрам душевой кабины, которую она бы хотела приобрести. Да, именно такую, которая стояла на витрине. Мы ее хотели приобрести. При таких обстоятельствах у покупателя имелась реальная возможность убедиться во всех характеристиках, цвете, размере материала, товара и возможности выбора товара по своему усмотрению. Конечно, была такая возможность. Более того, в магазине имеются продавцы-консультанты. Они издеваются. Именно продавец-консультант сказал нам, что это кабина левая, и пошел ее заказал на кассе. Вот. Как вот можно к ним обращаться? Которые обладают соответствующими знаниями и могут оказать помощь при возникших сомнениях. Какими знаниями обладают? Они абсолютно ничего не знают. Таким образом, истцу ничего не препятствовал лично убедиться в правильности своего выбора. Более того, с ней находился ее сын. Ага. Второй идиот. Который даже не имеет представления о ванной... Сори. Который также имеет представление о ванной комнате, в которой приобреталась душевая кабина. То есть мы два идиота, два, не зная, какая у нас душевая комната, выбрали не ту кабину. Точнее, три, и у нас еще моя жена была с нами. Мы были втроем. Но это смешно и абсурдно, если честно. Суд полагает, что при покупке душевой кабины произошла ошибка выбора покупателя, трех покупателей. И не может согласиться с доводом истца о продаже товара ненадлежащего качества. То есть, как бы все в порядке. Данный факт также нашел свое подтверждение заявление от 11 числа кислицыной ответчику, в котором она указывает, это вот наше заявление жалоба, да? Так и есть жалоба, да, называется. В котором она указывает, что она приобретала душевую кабину с левым закруглением, а ей доставили с правым. Да, так и было. Однако при замене товара 20-го числа, когда мы уже пришли забирать кабину, приехали, истец вновь приобретает правую душевую кабину, что отражено в кассовом чеке. Ну да, потому что правая кабина идет с левым закруглением. Неужели мы, дебилы, взяли правую кабину, нашу привезли в магазин и взяли другую правую кабину? Ну это же идиотизм. Как это не доказать суду? Я и на фотографии приложил, все, думаю. Ну, дурак не догадается, реально. Вот. То есть, они считают просто абсурд, что мы, идиоты, взяли свою кабину правую, которую нам привезли первый раз, привезли им в магазин и забрали у них ту же правую кабину и привезли домой к себе обратно. Это, ну, какими идиотами надо быть? А те идиоты в магазине взяли правую нашу кабину, сняли с витрины, значит, другую правую, собрали нам и привезли обратно. Так получается, судя из этого, как сними здесь, получается так, реально, ну, дурдом, что сказать. Кроме того, вывода суда об ошибке выбора покупателя подтверждается и тем, что при подаче искового заявления в тексте неверно было указано угол поворота и приобретался товар, а также судебное заседание свидетель Щербаков однозначно не смог пояснить, с каким именно закруглением необходимо было приобрести душевую кабину. То есть, я тоже, ну, очередной идиот, не смог, опять же, объяснить, да, я покажу, вот картинка, судья, посмотрите, я специально их собирал, судья что-то отмахнулась так и не открыла дело, картинку не посмотрела, я как-то я тогда должен объяснить, что мы купили, что нам нужна была правая кабина с левым закруглением, она просто полагает на то, что если слева закругление, значит кабина левая, и на меня как на дурака, значит, смотрит, а я, ну, я тоже, в принципе, это глупо, да, почему кабина правая, а закругление слева, но это так и есть, я не виноват в этом, это вот, кто это придумал, суд считает, что со стороны ответчиков каких-либо нарушений прав потребителя не установлено, заведение товара не было отказано, сроки ответа на претензию также нарушены не были, ну, как не были, 21 числа нам дали претензию, ответ на претензию, 21 прошло, а 9 была претензия, уже 3 дня просрочена, а дали задним числом, не просто же так задним числом дали, соответственно, с учетом изложенных обстоятельств заявлены исковые требования возмещения транспортных расходов не могут быть удовлетворены, решил суд так, вот, что я хочу вам сказать, дорогие друзья, вот при таких ситуациях, решайте сами, я считаю, я это на себе убедился, что в нашей стране суд вообще ничего не значит, что он есть, что нету, на самом деле, это уже вторая ситуация в моей жизни, первая еще была до этого, там просто какое-то дело с фабриковой, глупое, и я был в шоке, но я кое-как отстрелялся, там пришлось бегать, доказывать, что меня вообще в принципе-то не было в городе в то время, ну не суть, вот я вам хочу сказать то, что суд абсолютно у нас ничего не решает, я не знаю, хотите, ходите в суды, хотите, нет, как с этим бороться, я не знаю, вот вопрос вот товарища судья, вот товарищ судья, если вы, я не знаю, может быть у нас коррупция слишком большая, может взятку какую-то вам дали, если нет, ну значит, почему вы не разобрались в этом деле, если вы не поняли что-то, не разобрались, значит вы может быть где-то недоработали, я не знаю, может быть фотографии надо было повнимательнее посмотреть, но ведь человек же не просто так пришел в суд, да, и говорит, что вот обманули, он же не может поменять право на право, как вы говорите, значит, если так, если ошибка действительно не коррупция, тогда, ну почему вы занимаете свое место, если вы не хотите разбираться в этом, потому что в этом, ну кто еще будет разбираться, люди так к вам идут, чтобы разобраться, поэтому вот, решайте сами, думайте сами, я вот не знаю, как бороться, наверное, не как в этой России, одним словом, я раньше не верил в это, был абсолютным патриотом, сейчас уже очень скептически к этому отношусь, поэтому спасибо за внимание, у кого были или будут подобные случаи, имейте в виду, пока.